Простой блогер Израиль возвращается домой с блогерский завод Двойная Смена, а там его ждет двойная порция ма... В смысле, его ждет уже посылочка с Китаю. Ну, подписичники моего канала уже по короб очке, вернее по рисункам на ней, догадались, что будет внутри. Режек-параболик поможет пробраться внутрь, и внутри лежит сумм очка. Необычность заключается в том, что эта сумка под брендом Дивум. Это один из тех брендов, о которых ты бы и не знал, если бы не смотрел мой анал. У Дивума есть несколько сумок, конкретно это называется Слинг Бэг Ви. Скрепненько. Слинг имеется в виду, что это наплечная сумка. То есть удобнее всего ее носить, ну, примерно как оружие носят на плече. Опять скрепненько. То есть когда у тебя рука сложена в локте, и ты пальцами чуть придерживаешь ремень. Но в принципе ничто не мешает носить ее через плечо или еще как-нибудь. Что касается качества исполнения. Тут у Дивума, как обычно, все на высоте. Че бы они ни делали, качество материалов прекрасное. Тут отличная плотная ткань, хорошая фурнитура. Я в ней не очень разбираюсь, но, по крайней мере, с виду. Молнии, похоже, хорошего качества. У сумки два внешних кармана на молнии, и еще два больших отделения. Тоже на молнии. Внутри карманов и отделений есть еще всякие маленькие кармашки на молнии, сеточные, с резинкой такой вот, чтобы прижимать какой-то девайс, например, внутри сумки. Есть просто такие кармашки внутри этого отделения. Словом, несмотря на то, что сумка относительно небольшого размера, в ней можно все достаточно удобно разместить так, что ничего не будет путаться. Лямка не съебная, но у нее зачем-то есть посередине карабинчик. Очень такой прикольный, необычно открывается вверх. Зачем он нужен, мне очень понятно. Лямка тоже достаточно хорошего качества. Ее боковины скруглены и достаточно мягкие. То есть, есть вероятность того, что она не будет цеплять и оставлять зацепки на одежде из нежных материалов, либо из которых легко вырываются нитки. Не знаю, какое-нибудь пальто или куртка. Снизу есть еще два таких хлястика. Их можно снять, затянуть или наоборот расслабить. Я не знаю, можно ли прицепить что-то снизу к сумке, например, бутылку с водой. Но по большому счету эти хлястики для того, чтобы делать эту сумку поуже или наоборот пошире. Поговорим о вместительности. Ну, понятное дело, что всякая мелочевка, типа, я не знаю, там, паспорта, телефона, наушников, зарядников и так далее, сюда помещается без каких-либо проблем. Но я вообще ее брал для того, чтобы носить что-нибудь побольше. Соответственно, здесь вот есть у меня два планшетика. Один 10 дюймов, второй 11 дюймов. И оба эти планшета вместе совершенно спокойно поместились в этой сумке, и еще и места для блютуф-клавиатуры хватило. Соответственно, сюда легко можно поместить планшет, либо какой-то очень небольшой ноутбук. Например, 11 дюймов, или может быть даже 12 дюймов, в том случае, если у экрана не очень большие рамки. Но у меня 12 дюймового ноутбука не нашлось. Зато нашелся вот такой вот стандартный, в принципе, заводской ноутбук. Хреново думай-прокладка Carbon X13. У него диагональ экрана 13,3 дюйма. И в эту сумку он, конечно, влез, но закрыть ее уже на молнию, по крайней мере, не получится. Правда, есть там еще сверху вот такая вот перекидная фиговина на магнитиках. Вот, в принципе, ей можно закрыть, но молния не закрывается. Помимо этого, есть еще один любимец заводчан, Dell XPS 13, тоже 13-дюймовый ноутбук. Он немножечко потоньше и полегче, чем Carbon, поэтому в сумку он поместился чуть лучше, но она точно так же не застегивается. То есть, в принципе, можно лишь вот эту вот перекинуть верхнюю фиговину, так, чтобы сверху хотя бы на него, я не знаю, вода не попадала. Это что касается вместимости этой сумки. Но если заглянуть в один из кармашков, то с удивлением обнаруживаешь там разъемчик USB папа. Обычно на некоторых сумках есть разъемчик USB мама, как, например, на вот этом рюкзаке. Ты внутрь кладешь повербанк или он там какой-нибудь встроенный, и, соответственно, в этот разъемчик ты можешь подсоединять провод для зарядки твоего айфона какого-нибудь, который не может даже один день прожить без подзарядки. А здесь, наоборот, вход для лепездричества. Значит, нужно подать USB питание. В принципе, подойдет и обычный зарядник в розетку, если у тебя есть в хозяйстве удлинитель, достаточный для того, чтобы дотянуть от дома до блогерского завода. Ну или можно использовать повербанк, который и прячется в этом торцевом кармашке на молнии. Кармашек во всю длину сумки и достаточно широкий, поэтому влезет даже очень большой повербанк. Единственное, в комплект повербанк не входит, то есть тебе нужно его где-то самому взять. Соответственно, как только ты подключаешь сюда повербанк, сумка, сука, оживает. Понятное дело, что DIVUM специализируется в основном даже не столько на производстве Bluetooth-колонок, сколько на производстве самых разнообразных экранов пиксельной анимации. То есть это такая матрица из АБВГД, в смысле ЛГБТ светоидиотиков, в данном случае 16 на 16, на которые можно выводить, соответственно, пиксельную графику, то есть картинки, либо пиксельную анимацию. Я уже несколько раз показывал самые разные девайсы от DIVUM с такой фишкой. В одном из прошлых обзоров я, например, показывал фоторамку. И, кстати говоря, я там сказал, что внутри этой фоторамки малинка, но на самом деле уже потом выяснилось, что там не малинка, а девборда ESP32. Но, в принципе, те же яйца, вид сбоку. Поскольку данное электронное устройство находится внутри сумки, которую предполагается как бы на улицу носить, возникает вопрос, а при каких вообще погодных условиях она работает? Производитель обещает, что экран нормально работает при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. И сумка вроде как способна выдержать дождь. То есть если вдруг ты попадешь с ней под дождь, то с экраном ничего не случится. Ну и, наверное, с тем, что внутри сумки лежит, тоже ничего произойти не должно. Но понятное дело, что стирать ее нельзя. Возможно, конечно, ее можно постирать, если ты каким-то образом сможешь вытащить оттуда этот экран. Но как это сделать, по крайней мере, я не понял. Соответственно, только тряпочкой можно протирать. Соответственно, экран живет своей собственной жизнью, но для управления, в основном для загрузки на него новой анимации, новых картинок, разумеется, нужно приложение на смартфон. Поскольку подсоединение идет по блютуфу, в Gondondroid, по крайней мере, приложению нужно дать кучу всяких разрешений, в том числе на местоположение, потому что без местоположения сторонним приложением запрещено использовать блютуф. И кроме того, к сожалению, приложение невозможно использовать в режиме гостя. То есть оно везде обязательно требует логин, что очень большой минус. Потому что если вдруг завтра Дивум исчезнет, или его сервера по какой-то причине станут недоступными, ты в приложение зайти не сможешь, и экраном управлять не сможешь. Он не перестанет работать, то есть ему приложение для работы не требуется. Ты просто подаешь питание, и он тут же начинает показывать загруженную в него анимацию и картинки. Но если ты захочешь ее поменять, то без приложения ничего не получится. Поэтому лучше все-таки приложение держать на готове. Особенно если ты любишь демонстрировать всякие разные флаги всяких разных стран. Потому что с помощью приложения можно быстренько переобуваться прямо на ходу, сменив тот флаг, который у тебя показан на сумке, на правильный в данном месте и в данный момент времени. Ну а в целом, помимо флагов, галерея вот этого пиксель-арта просто огромная, и она все разрастается и разрастается. Там есть вообще все на свете на любые случаи жизни. От каких-то мемов до всяких разных праздников, типа Нового года или вот, например, Хэллоуина. То есть таким образом на празднике, например, можно загружать в эту сумку тематические картинки и ходить весь такой на стиле, как вот этот вот уголек. Это, кстати говоря, официальные промо-материалы. Вот у нее там именно такая футболка у уголька. Но, в принципе, разумеется, экран можно и не включать, и носить это просто как обычную сумку. Потому что если экран включать, то получается, что это детский сад, экран на лямках. И подобное, наверное, больше подходит к какому-нибудь ребенку, если ты, конечно, не боишься, что ребенку наваляют и эту сумку отнимут. Соответственно, если тебя заинтересовал этот аксессуар, то ссылочка на приобретение ждет тебя в описании. Я Бог Ютуба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok